Вход Господень в Иерусалим – праздник одновременно светлый и скорбный. В этот день мы приходим в храм с цветами и ветками вербы, приветствуя Спасителя, как приветствовали Его при въезде в Святой Град жители Иерусалима. Но знаем мы и о том, что многие из тех, кто встречал Христа с ликованием, кто устилал Его путь своими одеждами, вскоре будут требовать Его распятия. Смотря через призму времени спустя 2000 лет, каждый из нас задумывается и говорит себе, «Если бы я был на месте иудеев, неужели я бы кричал «распни Его»?» «Нет, не кричал, я ведь знаю, что это истинный Бог, я ведь видел это чудо воскрешения Лазаря, я ведь имею веру глубокую». Но так ли это? Ведь и мы очень часто кричим «распни Его» своей жизнью, совершая грехи, отходя от Бога, осуждая, злясь, сквернословя. И своими грехами, своей неправедностью жизни мы кричим «Богу распни Его». В день празднования входа Господня в Иерусалим церковь словами песнопения напоминает нам, воспевать хвалу Спасителю надо не только держа в руках цветы, но и взяв крест Господень. Так мы готовимся к Страстной Седмице, в богослужениях которой непрестанно вспоминается Святой Крест, страдания Спасителя, Его крестные муки, смерть, а затем Его преславное воскресение. Я желаю вам, возлюбленное Господи, чтобы последняя неделя перед Пасхой Христовой была для нас поистину полезна. Чтобы мы вместе с людьми спасающими благовестили о воскрешенном Христе. Чтобы мы своей жизнью, своим подвигом, своим шествием в этом Страстную Седмицу вместе со Христом видели Его страдания, распятия, очищали свою душу, потому что знаем о том, что Бог это сделал ради неизреченной любви к Своей Твари, то есть к нам. Помолиться за праздничные божественные литургии в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе пришли несколько сотен севастопольцев. По окончании богослужения верующие ожидали окропления вербовых ветвей святой водой не только в храме, но и на площади у собора. От чистого сердца пришли, вот никто нам не говорил, не показывал. У нас же растут дети наши. Мы с его личным примером показываем, что Всевышним надо верить в Него. Тогда все будет хорошо. А я хочу добавить, чтобы люди были добрее друг другу и простили, и прощали все всем. Помогали ближнему, с чем кто только может. Желаем всего хорошего, здоровья главное. И чтобы почаще приходили в храмы. Евгения Константинова, Павлина Горкуша, Пресс-служба Севастопольского благочения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...